здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 23 ноября 2015 года канала подготовка программ плохие новости я вячеслав мальцев со мной студия боба джанин и львов со мной представляешь ну кстати гору бажанин тут вот тоже недалеко так что у нас прямой эфир вещаем из волги из саратова из россии до новой исторической эпохи осталось 713 дней давайте чем вас и поздравляю вячеслав вы ведь ратуете за полет и подожди у нас а вы мне что поставили тут заставку да я понял гиркина уберите да это хуже гиркина и вячеслав вы весь ратуете за открытость и доступность информации наберите в ю тубе как набирают китайский текстной клавиатуре вам подробно расскажут по скриптам аноним аноним анонимус анонимус хорошо сегодняшняя тв совершенно ублюдочна она отправили отравляет наше сознание воля царей судьба рабов согласен честно знаю вячеслав здравствуйте знаю что вы не слушаете эхо москвы а все-таки послушайте сергей пархоменко не слушай вопрос зачем мне всегда ты знаешь я помню как прикалывался об этом чех вписал да как прикалывался альвазовский на эту тему когда его он спросил ведь вот вы там пушкин гурзуфе рисовали там туда-сюда море нарисовали он говорит и чет про пушкин спросил он этого камерьюм рода вообще-то великий русский поэт он быть так он еще и стихи писал он где а вы чего не читали он где вообще ничего не читаю меня на все есть свое собственное мнение понятно что он прикалывался что его звуки был грамотный очень человек и все письма его об этом говорят особенно своему брату в италии но вот ну вот так покрик поприкалываемся хотя я честно говоря не смотрю их москвы и какой возраст у меня на все есть свое собственное мнение только он был художник и чужой мнение мог совершенно не мешало а мне чужой мнение жутко мешает того что я занимаюсь тем что называется политология и живу в своем мире и любое чужое мнение она вносит определенную неурядицу вот стакать себя встроенную картину мира поэтому она мне не нужна совершенно здравствуйте вячеслав до тех пор пока я не ошибаюсь вот начну ошибаться скажу блин не слушаю я пархоменко вот бляха муха из-за этого все мои беды на вряд ли будет ли рубль падать в начале 2016 снимут ли с санкции с россии к весне ходят об этом слухи слухи я с вами ребята алексей ну насчет санкций я не думаю что во первых сша конечно же не снимут санкции а соответственно не снимут и европейцы как бы там путин не подлизывался да с рублем не знаю что будет в начале там семнадцатого года в начале шестнадцатого года начали шестнадцатого доходят санкции то есть в начале шестнадцатого да вот я счет вперед все ну с начале шестнадцатого не знаю а сейчас вот я вполне допускаю что в декабре начнет в конце ноября вот сейчас уже там начнет лихорадить вернее уже начало мы видим уже вижу пошла поэтому посмотрим блинову олегу спасибо да спасибо олегу вячеслав скажите пожалуйста вы платите побор за капремонт спасибо вам храни вас бог а мне не за что платить я продали квартиру сухарик живем на съемной квартире мне платить не за что я ни с каких капремонта не плачу мне я как бы не имею ничего кроме детей пролетарий поэтому мне очень хорошо то есть я все вот верну знает я всю собственность свою просто расшугал чтобы этим сволочам ну ни копеечки не давать то все можно вот тут напишут а но мы сегодня будем говорить про это еще ладно давай то вот я чего хотел сказать интересный момент мне обычно бывают сны всякие потом что-то случается вот сон был такой интересный самолет я видел который падал в эмгельс представляешь причем в тумане такой вот с креном на левый борт падал градусов наверное по 30 но это не было собственно пикирование он шел со снижением потом а я почему-то знал что у нее на борту ядерная бомба и и все взорвалось и я ожидаю что сейчас там вспышка такая справа вспышка слева а там даже как когда где-то в плотных слоях атмосферы взрывается ядерная бомба ну то есть как вот такая вот штуковина ну как в кино показывает в космосе ядерное оружие взрывается и раз краска мне понравился этого самолета я не увидел что это был ту-134 убыл очень похож морда длинная красные полоса в тумане я не понял что это такое ту-22 там или ту-134 вот этот очень грохнулся так что у меня бывают в общем то такие сны которые чем что значит я думаю что в ближайшее время узнаем а вот еще мне очень понравился этот эдик очень понравится ну то есть последний креатив на саратовском телевидении кончился то есть умерло все вот и замерло все до рассвета значит реклама саратовского майонеза володинского надо сказать это стихи я подчеркиваю стихи всей семьей меня встречай наш саратовский провансаль какая же это крутят по саратовскому телевидению ты представляешь какое бесстыдство просто вот просто дистан курят да я встречал много людей которые пишут всякие как ко днем рождения графоманию представляешь ну вот это все-таки пониже на порядке вот эти графоманы которые херню к дню рождения пишут с глагольной рифмой с такой суровый такой глагольный рифмой такой пришел ушел там нашел зашел к новостям пять человек пострадали при взрыве боеприпаса времен великой отечественной войны под волгоградом да видишь ну давай я сейчас вот эти все плохие так скажем новости которые взрывы все эти расскажу про них вот волгограде на станции обгонирова взрыв произошел какие-то железнодорожные рабочие чуть копали и там что-то бабахнуло ну там в сталинграде часто такое происходит я помню моего отца брат двоюродный погиб такой вот у меня на всю жизнь с детства в альбоме была фотография 44 год 44 до пионер в гробу там с пионерским знаменем и так далее и вот этот лёлик у меня так в памяти он остался рассказывали что они разбирали бомбы и снаряды потому что там были стаканы по тротил вот они толпы плавляли выкидывали он не нужен был а стаканчики куда-то сдавали они нужны были так вот детишки зарабатывали там в сталинграде ну и вот однажды он подорвался так что до сих пор лишь как фашист из брат 2 горелых войны никуда не денешься тут сколько еще их войны будет в днр в лнр представлять тоже кто-то еще может через сто лет подорваться на чем-нибудь под ваш лайк при взрыве в саратове погибли то есть распевали рядом со мной на улице комсомольской и чет между собой повздорили из-за женщины один не задумываясь дернул чеку и все и граната взорвалась два покойника очень бывает девушка в москве в москва-сити с 8 метровой высоты сорвала селфи делала там же значит пьяный гость выбросил хозяина квартиры одну это в питере с восьмого этажа в невском районе какой царские поступки пущай полетает да ну ничего смешно человек погиб ярославле собака нашла на свалке отрезываю человечью голову то есть я так понимаю что там уже преступление раскрыто потому что 43-летний у какого-то уголовника выловили он своих собутыльник расчленил ростовчанин убил двоих своих детей уже взрослых но подростка сын 15-летний 21-летняя дочь топором зарубил ночью то есть жуткие такие вот вещи потом сотрудник милиции значит полиции вернее по брянской области получил ножевое ранение всем 30 утра и связывает сделал губернатора якобы он занимался оперативным сопровождением по этому делу и вот и вот тыкнули ножом ну вполне допускаю что возможно и не по этому делу если мы поручали отдел знаешь какие-то другие коварные дела он так сказать делал в 7 30 обычно на случайный нож наткнуться нельзя чуть-чуть раньше где-то до 5 30 еще можно в 7 30 это уже ну они уже спят так скажем вот на кубани избили фронтовика 88-летнего он сейчас в коме у него я так понял залезли пытали 100 тысяч рублей забрали водитель перевернувшись за байкале автобус уснул за рулем и говорили что это будет продолжаться сон за рулем потому что загруженные дороги скоростные ограничения бешеные везде все это узкое такой человек и который раньше ехал 10 часов сейчас он едет все 30 ну что ж это будет продолжаться ну как вот волгоградской области внедорожник сам столкнулся с автобусом значит киргизии самолет выкатился за полосу пять человек пострадали в домодедово у аэробуса а320 сломали шасси компании уральские авиалинии да еще чуть-чуть и были буральские пельмени так что жуткие дела происходят взрыв прогремел при проведении земельных работ на северо-западе москвы то есть копали экскаватором и экскаватор зацепил как или пусковольтный бабахнула это очень жутко у меня я помню сосед вечно ходил искал клады и однажды ломом тыкнул в землю и попал басковольтный кабель этого сосед очень долго откачивали а за другой у меня товарищу недалеко на челюскинце по дворе там у него сосед тоже искал клад и однажды нашел какие-то доски стучал стучал по этим доскам и пробил дырку и в результате провалился это оказался старый сортир вот так чуть не утонул был жуткий потом скандал с его женой у него потому что не хотела вот такого пахнущего домой пускать он купался на волге отмывался в астрахани пожар директор театра юного зрителя погиб и его супруга погибла ведь не только всякие маргиналы погибают причем в многоэтажки и вот интересная такая ситуация сейчас очень много пожаров пять человек от погибли в санкт-петербурге значит пожар в свердловской области значит тоже четыре человека погибли я обратил внимание вот когда эти новости получил что огромное количество сейчас пожаров я не знаю как от связано на улицах которые названы им и именами героев гражданской войны большевиков так далее вот этот пожар на улице тухачевского произошел тот пожар свердловской области под на перед по переулку калинина случился если вы поэтах попробуйте погуглить и залезете то значит возьмете эти фамилии то вы увидите что самое большое количество пожаров как это ни странно и просто парадокс связаны с именем сергей лозо которого в паровозной топке сожгли то есть я посмотрю сколько на улице лозо было пожаров которые закончились человеческими жертвы в разных городах у вас но не такой как бы герой с точки зрения большевиков то есть не в каждом городе есть улица лозо и я посмотрел я не буду там много перечислять но там вот хабаровск допустим город фурманов в оренбурге в невиномыске в калининграде и даже в днепропетровском районе городе до киева значит на улице сергея лозо какие вот странности вот в саратове рухнул бетонная стена раздавил 8 автомобилей то фотографии у нас есть куда ты и чуть-чуть не поставил да такая подпорная стена свалился раздавила 8 автомобилей и это было в субботу туда а вольские автомобили 4 штуки провалились под асфальт это тоже саратов пробовать и странная такая ситуация бомбят сирию а разрушается россии да участвуйте саратовской область где мы живем тут ощущение такое что вот все разбомбили уже дырки такие в дорогах стены подпорные падают дома рушится в общем весело интересные события происходили все все вот эти выходные тут саратове матч футбольный отменили сказали якобы из-за тумана вы когда не слышали чтобы из-за тумана футбольные матчи отменяли мира я ни разу в жизни не слышал что и я помню на ощупь люди играли все равно никто не отменял потом аэропорт закрыли за густого туман в саратове что не было вообще никогда почему потому что ну я помню однажды прилетел выход выхожу за штурвалом знакомый мой хороший был юрий кириллович я спрашиваю а как же вы летели ты господи тут же ничего не видно а угад ну вот же фонарь ты видна я смотрю мы стоим там 30 метрах от фонаря и он откуда-то из тумана так вот блестит поэтому счет какая-то чушь и вот такая же чушь что самолета рогозина вернулся из-за шквального ветра улетел в казань развернулся и вернуться из-за шквального ветра тоже не верю ты знаешь в казани достаточное количество аэропортов чтобы выбрать тот ту полосу который в морду будет ветер да понимаю что еще бы он не боковой никакой был не обязательно был там где на заводе садится там или так ну давай в крыму из-за чрезвычайной ситуации понедельник объявили выходным да тут в крыму у нас я так понимаю отключили электроэнергию потому что взорвались лэп но они не сами взорвались их подорвали этого и люди причем вот как странно вот эти вот опоры они вроде взорвали они стоят ну то есть какие-то упали совсем а какие-то не совсем упали и я так понимаю бойцы правого сектора решили их охранять чтобы бригады так скажем электрические вот эти не восстановили чтобы их чтобы была некая все-таки блокада крыма да вот полностью в ночь на воскресенье поставки электричества были прекращены причем пишут что там вот керчи и отчасти восстановлено от люди пишут из керчи что ничего там не восстановлено и так что четыре уголовных дел на украине возбудили в связи с этим подрывом вот и поврежденный лэп который подают электроэнергию в крыму на юг украины сейчас находится наш под охраной правого сектора в то же время правый сектор заявлять что не имеет отношения к этим взрывом мы говорим что те люди которые называются украинскими националистами там татарскими националистами так далее они не могут говорить за всех ну безусловно то есть они как там мы не причастны я вполне допускаю что конкретно вот эти люди не причастны но это не значит что это была провокация почему если в это была провокация никто не бросился в охране раз конечно чтобы это не починили да вот и тут заместитель начальника значит херсонского областного управления мбд кива заявил что полицейские хотят чтобы активисты отошли и общем-то были такие но противостояние было но я не сказал что она какое-то сильное хотя кто-то может не возразить потому что пишут некоторые журналисты что 500 силовиков пригнали что прикладом в живот корреспондентку от эйр халилову стукнули ну и так далее то есть там все-таки какие-то вещи такие происходят очень жесткие скажем для для россии вообще неприемлемые пока вот в субботу до субботу на майдане активист прорвались сквозь ограждения сорвали концерт посвященный годовщине и пришли к администрации президента в общем-то какие-то продолжаются там такие недовольства связанные не только с тем что крым отвалил так скажем от украины но и с деятельностью порошенко то есть конечно порошенко допускает на мой взгляд сейчас серьезные просчет и как вы считаете рейтинг ему не стоит ссориться да то есть тут и если вот у меня спрашивают он так действует что он хочет я не знаю только хочет следующего майдана то ли уход ему пофигу следующий майдану хочет устанавливать диктатуру не тот не другой вариант на украине прокатит на значит он действует неправильно значит те люди которые советовали или чет советуют стали другое или в общем-то не знаю трудно комментировать посмотрим как будут развиваться события сейчас причем заднюю передачу то поздно ему включать он может может только соскочить не полгода за двигать двигаться только дальше может поклонская просила фсб возбудить уголовное дело из-за подрыва лэб то есть на территории украины взорвали лэб я так понимаю скорее всего граждане украины и все это связано с внутренними разборками конечно это связано с блокадой крыма но это уже вопрос к украинскому правительству если хочет знаешь поклонская с кем-то там рамсить да она должна это делать с украинским правительством они вот с этими людьми удивительные люди они возбуждают уголовные дела против всех там сейчас вот будут пятна на солнце они будут против пятен возбуждать так вот кабинет министров украины запретил перемещение грузовых потоков на границе с крымом и вот я ценю пообещал в рамках этого же свидания ввести ответное прод эмбарго в отношении россии я думаю одного будет достаточно путь путин своим эмбарго гораздо хуже делает россии чем и может вся украина вместе лиценюк да давай в годовщину майдана на высотке на котельнической вывесили флаг украины а в годовщину майдана на высотке на котельнической набережной до очень-очень хорошая акция так а куда вот кто делал с господи вот она фотка да там еще одна такая прям вот действительно здесь вот и человек как какой-то и флаг и в общем такой как это акция такая то есть художники акционисты но таких трех художников акционистов повязали российские менты и и чем будут шить я не знаю но я так понимаю хулиганство но почему является хулиганство вывешивание украинских флагов где бы то ни было еще такое это нацистская символика как как это как они могут это объяснить поэтому странно вообще все это очень странно я могу сказать когда мы возьмем власть вот я слову даю вот это на котельнической набережной самое ближнее здание к кремлю получается да из живых вот мы все раскрасим в цвета украинского флага все сверху и донизу навсегда были такой краской который отодрать ни одна сволочью навсегда вот прям сверху и донизу она будет стоять это здание будет дом дружбы с украиной я не знаю какой будет этот дом но мы его так раскрасим навсегда чтобы в десятом поколении помнили что нехуй следственный комитет число погибших от суррогатного алкоголя в красноярске выросло до пяти человек извини причем не так красить кисточками вот этими акварельными блять мы заставим тех кто вот сажал людей арестовал сверху и донизу блять без страховки дадим им краски вот таких тюбиках один тюбик 1 кисточка туда наверх покрасил краска кончилась вниз за новой следственный комитет число погибших от суррогатного алкоголя в красноярске выросло до пяти человек но это вот то о чем мы говорили ты видишь факты прямо снова и новые новые появляются а реакции никакой то есть тут два варианта до первый вариант либо это в общем-то деятельность исламистов поскольку вот в данном алкоголе который они виски до американский что там джек дэниелс да вот вот и там 60 процентов метанола вот метанол дороже и канала им потому что заправляют мощный двигатель катеров и так далее то есть чтобы получить метанол вот в таком количестве это не в результате плохой перегонки он там получился это его надо взять чистый метанол залить что там 60 процентов метилового спирта было представляешь о чем это говорит это говорит о том что это сделано специально то есть технологически это за мне вам конечно нет вообще стопа я за знанием со школьным знанием химии тебе говорю нет сразу забудь то есть поэтому мне это можно значит как сделать это вот если первая порция перегонки микроскопическая вот там может быть 60 процентов метанол запросто но ее и на стакан одного человека можно этим отравить ну не толпу народ там 27 отравилась 5 труп уже может быть будет больше почему-то продолжение волны конечно то есть ситуация какая сейчас алкоголь абсолютно разный вот в данном случае выписанный через интернет отравлен этот алкоголь я так понимаю с кавказ тоже подвезли вот тут два варианта первый вариант самый 99 процентный что это туда залили для того чтобы травить людей сделали это исламисты для чего для того чтобы ну понятно что есть кто-то выпил то это не человек и фиг с ним другой вариант тоже я в общем-то допускаю что какого-то очередного рутенберга над поставить на довольствие а за сейчас потравит потом скажут что там чего-нибудь там супер алкоголь контроль нужен там нужно вот так вот так вот так еще какие-то они придумают какие-то деньги надо за каждый километр алкоголя заплатить это и тогда все будут нормальные никто не протравится вот такую марку купить вот такую посмотрим вот и названы самые трезвые регионы россии ну трудно в общем то не угадать конечно чечня ингушетии дагестан безусловно а вот самые пьющие туда там магаданская область немецкий автономный округ еврейская автономная область на они еще там где-то хантамансийский среди местного населения я имею ввиду среди ханта и манси они не проводили исследования там вообще было бы сто процентов да ладно в дагестане убить глава села ты летали шамильского района до утром значит вот 21 ноября а вечером извиняюсь вечером неизвестный ворвались дом чиновнику и убили его ну стандартная такая ситуация да да там дону них норма дагестана то есть очень большая вероятность что это я допускаю что те кого они называют зеленые лесные лесные там и так далее но я думаю что предмет спора деньги скорее всего ну как там всегда да в кабардино-балкани сняли режим контртеррористической операции игиловцы ликвидированы да ой тут ты представляешь раз вели этот режим контртеррористической операции один человек уничтожили два вели еще кого-то уничтожили чем за день два раза ездили помолотить вот и причем каких-то боевиков ликвидировали в блиндаже там где-то в лесу нашли я так понимаю кто-то стуканул я далеко от мысли что пошел человек по грибы увидел прибежал я там такое видел пойдемте быстрее уничтожим их скорее всего в общем-то это стукачок и в результате значит вот эти накрыли вот ты знаешь вот с блиндажом я думаю что это были реальные боевики что мы масса видим левых каких людей которых уничтожают а это вполне допускаю что реальные боевики про которых мы говорили что они начнут время от времени появляться не те которые дагестане живут в лесу и стрясают бабки с людей а реальные исламисты которые захотят реально провести исламскую революцию на кавказе то есть я вполне допускаю что это вот что это реальная информация кадыров заявил в рядах исламского государства находилась 484 чеченца до причем из них там 200 убили 50 из них удалось вернуть домой как он сказал вот и так и далее и вот значит люди которые реально смысле покаялись мы их около 50 вернули домой значит они живут в республике помогают спецслужбам остальных которые там остались тоже уничтожим они не представляют мою религию не являются мусульманами их нужно уничтожить вопросов нет все все прекрасно один только вопрос а вот там девочка такая варе караулова который сейчас за всех сидит игиловцев она как вот там 50 игиловцев которые это реально воевали то есть головорезы а потом кадыров их простил а кадыров не хочет простить варю караулова или варю нельзя простить можно только чеченцев простить как вот лучше за херня происходит в этой стране а вот я к русским людям обращаюсь русские посмотрите что происходит да кадыров молодец взял всех свадьб простил россияне оказались среди жертв терактов малей вы ожидаемо совершенно ожидаемо мы говорили что террористы захватили там гостиницу в пятницу мы говорили что куда-то как те демоны самоликвидировались но тут нам доложили что двух террористов все-таки убили один террорист или трое там сколько их там было очень сбежали трое террористов или один там в общем непонятная ситуация в общем кто-то убежал кого-то убили и вот посольство оказывает помощь при перевозке тел значит из мали вот очень большое спасибо конечно посольству но представьте себе на секундочку погибли персонал волга днепр авиакомпании которые занимаются дальними негабаритными перевозками ну не уж то эта компания без помощи грёбаного посольства не перевезет своих упокойников а вот или вы можете себе представить это вообще просто жить вот они везде вот в любую херню хотят залезть хотя это выглядит уже смешно да я не дам близко не подойдут они там не нужны без них обмоют положу и привезу наше посольство только труп поможет возить да ну вообще не может никого возить даже трупы потому что вы повезет и повезла вернее уже сама компания волга днепр зачем посольство тысяч нужно у них самолеты что есть вот мария захарова назвала захват отелей в бесчеловечным преступлением вот интересно а вот удавить газом в норд-ост или расстрелять из танков бесслане людей это человечное преступление как вот как она значит чем они там думаю да вот сейчас в ульяновский траур и значит какого-то заподозрили исламистского в этого глаза до них лучше лучше назвать его этим шамелем басаевым того тоже 20 раз хоронили говорят какой-то там мухтар абдель мухтар будто там раз 20 уже убивали его вроде бы а вот теперь он вас скорее воскрес очередной раз вот устроил налет так выжившие после теракта в мали россияне вернулись домой ну слава богу и сразу следующая новость которая обязательно здесь должна быть в ульяновской области обсуждают запрет полетов мали можете представить то есть мали горячую . реальный горячую . он таскает грузы благодаря компании волга днев платить и за это деньги за то что ну летчики так устроены они летают в горячей точке они летают туда где землетрясение где там воюет всякие исламисты где там я не знаю ну чё хочешь где чума и болон потому что кто же тогда будет туда летать может они туда гуманитарные грузы сейчас в ульяновской области обсуждают вопрос зачем они пишут они никогда не запретят летать в мали никогда потому что но это маразм это абсурд и никакая компания чего не скажу мы имеем такой заказ причем это благородное дело ладно бы они туда бомбы возили до яды наркотики сколь да ну ее нафиг они туда возят гуманитарный груз кто же тогда туда повезет и там какой-то губернатор ульяновской области рассуждать летать туда или не летать для может отдыхать ездить почему может рассудить я не знаю не ну в молитвом не ездит там негде отдыхать в мали он на бали ездит там в мали там где отдыхать там и море нет в результате теракта в камеру не погибли минимум 10 человек да такой вот тоже вариант очередной атаки боевиков-смертников сейчас будет все продолжаться по всей африке идет все глубже и глубже сейчас происходит уже террористические акты там где мусульман то минимум просто минимум в результате спецоперации в бельгии задержано 16 человек да интересно в общем-то это пробелит пробел ги информация там наивысший уровень анти террористической готовности включили все выходные бегали ловили поднят был уровень значит до максимального метрополитена остановили значит и попросили у местного населения чтобы они не выкладывали фотки в социальных сетях и не описывали действия полиции чтобы террористы не знали в результате там понеслась такая новая фигня мем появился новый значит это котиков стали выкладывать вот таких но есть там где нужно было говорить о каких-то этих полицейских операциях там стали показывать вот таких вот котов вот из звездных войн такие вот вещи очень точно смешные котики люди не теряют чувство юмора даже в общем таких тяжелых для них условиях поэтому я думаю что сейчас там закончится вот эту вот фигня которая происходит может понимаем что 16 задержали из них террорист хорошо если один там ну двое попались остальные вообще леваки то есть хватает всех подряд для того чтобы мы говорили показать что работают побеждают что вот-вот сейчас ну когда это пройдет придет некое осмысление вот те люди которые сейчас рисуют котиков в общем-то это я думаю самые веселые умные они и должны что-то придумать что делать дальше хакеры из группировки анонимус распространили сообщение о возможных воскресенье терактах да вот был такое сообщение что будут теракты терактов не было да и в атланте сообщили что будут теракты хотя не факт что это не произошло вот из-за того что анонимус распространил может они сказали люди отказались я такой тоже допускаю что вполне допускаю что мог быть какой-нибудь теракт позавора не четко описали ну например да вот в на стадионе там в атланте выводит нет не произошло по законам информационного мира ну почему не знаю каким закон просто те кто исполнял мальцев хотят пинать пургу про котиков где бы баджанин рядом тут недалеко в трех метрах буквально четырех от меня так что в иракском масуле убиты 12 студентов критиковавших исламское государство интересная тема представляешь то есть нам рассказывает о том что исламское я конечно сожалею и в общем-то считают страшным преступлением убивать студентов но сам факт какой то есть студенты в социальных сетях критиковали исламское государство находясь на территории исламского государства то есть социальные сети значит там работает нам говорят что интернет там нет что только боевики пользуются интернетом а здесь оказывается нет не только боевики в общем там все не совсем так как нам рассказывают в британии трон трое ираксов подозревают подготовки похищения посла хотели они этого посла похищать не хотели там никто сейчас не узнает это так та же вещь вот в британии сейчас идет как вот с этим парнем который хотел якобы поджечь российское посольство то есть полную чушь светслужбы пытаются набросать там каких-то нарисовать себе палочек а там пусть суд разбирается вот сейчас каких чертей из ирака взяли который якобы хотели украсть британского посла и поменять его на какому-то губу посмотрим полиция турции задержала бельгийцам марокканского происхождения по подозрению в причастности к организации терактов в париже которые вынесли жизни 130 человек сообщает агентство рейтерс о ссылке на турецкие сми для какого-то ахмед дахмани ахмеда дахмани задержали он хотел в игиву бежать но не успел тому я так понимаю приняли в турции ну турция очень хорошо в общем-то наладила там дорогу в игил поэтому то что его приняли говорит о том что в общем-то турки хотят некий поощрительный приз заслужить понятно что спецслужбы стоят за отправкой людей в игил ну всех отправляют отправляют отправлять 10 раз этого прицепили то же самое и с этой варе карауловой обрати внимание кого надо очень надо туркам выловить они вылавливают мгновенно остальные как-то раз и просачивается турки по ошибке закидали яйцами голландское консульство вместо российского ну да голландский консул сказал часто злые турецкие протестующие путают нас с нашими соседями то есть с российским консультом как сегодня вечером забросав нас яйцами ну да там и флаги похоже что голландский что российский белый синий красный до торгом при а рядом рядом по посольству поэтому и везде там одинаково я прям почему турки сильно злятся сейчас на россии где-то там особенно путинцы вот у нас все замечательно там знаток турецкого языка песков вообще там раскланивается до перед турками а с турками у нас неразрешимые проблемы неразрешимые одна из проблем грузия война с грузией которая очень сильно не нравилась ну во-первых да чё там говорить у них это так его да вот оглу этот премьер-министр почему нагнул знаешь да вот оглу не значит нашел глаз по национальности это грузии грузины мусульмане лазы да они здесь оглы там оглу понятно да вот там очень много в общем-то людей которые сопереживали грузии в турции огромное количество крымских татар они сопереживают крыму и тоже непреодолимое противоречие заявление путина по геноциду армян в армении тоже непреодолимое противоречие ну и конечно сирии борьба с исламистами в сирии большинство я так понимаю там просто сильно не нравится турецкий аэробус а-330 экстренно сел в канаде из-за угрозы теракта ну да то есть видишь это той же самой турецких авиалиний самолет который постоянно садили за который постоянно сажали звонили что там бомба но теперь это уже наверное каждый день час будет происходить раньше происходил там как-то волнообразно а сейчас я думаю это будет лавинообразно происходить россия откроет генконсульство в египетской хургаде вопрос нафига вот сейчас вот туроператором запретили поездки в египет собирал рост туризм сегодня этих операторов всем там грозили кулачками все поклялись на крови что ни один русский не уедет не через израильский не через белорусские там не через какие другие туристические фирмы в египет и тут же решают открыть консульство в хургаде я объясню для тех людей кто не был в хургаде там нет ничего кроме отелей лавок то есть там нет производства аэропорт это бывший советский военный аэродром да вот и так далее то есть все что там все что там есть ну и дорога такая вот там больше там нет ничего поэтому консульство необходимо лишь для тех для туристов на больше не для кого ну и напоминаю что статья 27 конституция будет каждый может свободно выезжать за пределы российской федерации гражданин российской федерации имеет право беспрепятственно возвращаться российскую федерацию там же не написано в египет не в египет беспрепятственно может и пофигу путин пофигу все остальные которые подписывают указы есть конституция а тут они угрожают турфирмам что если ты кого-то там через заднее кирыльцо пошлешь они значит там натравит правоохранители вот я пример приводил я сейчас приду в турфирму скажу слышите организуйте мне поход на лыжах там на северный полюс они не организуют за деньги и никого за это не накажут когда я там замерзну до до смерти все то есть это нормально а вот это ненормально потому что как путин сказал стоим мейер назвал условия возвращения россии в g8 он сказал что решить вопрос с украиной и решить значит это по сирии быть в коалиции то есть жопу рвать в сирии и договориться с украины ну смешно конечно посмотрим страны балтии отказались участвовать в коалиции по борьбе с исламским государством вместе с россией ну да я так понимаю что там ну там дали грибу сказать и была так сказать инициатором очень хорошо ты знаешь мне радостно от того что на земле по крайней мере есть точно два человека который никогда не придадут в плане договоренностей с путиным никогда не сдадут и никогда не лягут под пузами дали грибу ускайте и кто еще ну миша сакашвили все вот два человека на которых можно рассчитывать что они никогда с этим кренделем не договорятся то есть поэтому хоть так остальные я не знаю как вот а вот эти вот они будут там воевать не знаю будут ли они с путиным воевать вот эти я знаю точно они они как бы заточены до такой степени что не сдадутся и это я чувствую ощущаю я их понимаю вот генсику он отвел россии ведущую роль в борьбе с исламским государством движи эти вот запросто просто то есть совершенно спокойненько водима отвезли до саркази помнишь когда ему там 500 тысяч евро в меня ли взяточку которую он получил и то есть такие ребят за 500 тысяч могут сдать все чего хочешь поэтому плохо вот мир ужасен что сидящие высоко даже за копеечку продаются поэтому очень хорошо что есть люди когда говорят ничего личного я очень негативно это воспринимать мне важно когда только личное когда у политика только личное я тогда знаю что на нее можно опереться потому что у меня личная ненависть вот к этому потерпевшему как в том фильме да а а здесь вот и фиг ее знает то есть вот какой-то панги мун рассказывает про то что там на поддержку надо россии рассчитывать в войне сирии да какая война в сирии для россии не наша война и панги мун это лучше всех остальных должен знать что это не наша война песков абсолютно еще обама сказал что мы готовы к сотрудничеству с рф и и в сирии но уничтожит и гил сша ну флаг в руки над надут сказать мы тебя любим обама бить и уйди и уничтожай там кого хочешь уничтожение вопрос это не наше нам это не нужно песков абсолютно исключил участие российских военных в наземной операции в сирии я не знаю как он может что исключать во первых это сейчас уже российские военные участвуют в наземной операции в сирии и группировка 4000 человек да и будет она наращиваться безусловно уже сейчас там какие-то пушкари какие-то танкисты мы это все прекрасно и причем они сами не отказываются они говорят да то есть чтобы защитить этих приезжают эти а чтобы защитить тех вот те и так далее посмотрим что это будет в тем более сейчас должны представь вот что происходит там сейчас на сегодняшний момент в небе летает огромное количество всех подряд сейчас системы и средства по его нужны конечно нужно диспетчера которые организуют полеты российские по крайней мере самолетов нужны конечно нужны как они обеспечивают безопасность воздухе они же не только у кого сигнал должны ловить они должны иметь соответствующую технику пво соответствующие радары на этом должны работать специалисты которые умеют разговаривать по-русски ибо русские летчики на любом другом языке разговаривать не умеют поэтому они должны рассказывать куда лететь что делать так далее то есть это сейчас вот еще туда пришли сейчас французы начали там летать кто-то должен обеспечивать безопасность этих полетов с российской страны конечно они уже там сидят как уже туда отправили потом еще кто-то туда прилетит я имею ввиду помимо французов значит еще кто-то должен будет чем-то там заниматься эти цели водить на планшете или как или они там летят как вот никого не вижу ничего не слышу и вперед нет вооруженные силы россии за два месяца добились большего прогресса в борьбе с яразмом в сирии чем альянс сша за год заявил президент сирии башет башар асад в интервью китайскому телеканалу феникс давайте уж понятно конечно да представь асад видит но путин тут не в себе хренами с обамами меряется всякими там да и вот он ему подпевает узнать чего надо говорить уж товарищ то оттуда сва товарищ с востока он танцует жестоко и поэтому он такой вот молодец то есть конечно как же добились много мы видели фотографии как свободно падающие бомбы до летят через облака вот они тут не пойми с какой высоты падают добиваются очень много представляешь точечные удары наносят вот это свободно падающие бомбы которые никак не наводится просто у киевски ну ладно на кого бог пошлет это называется добились многого я уж не буду комментировать что добились палубная авиация шарля деголе нанесла первые удары по позициям исламского государства да так что шарль это не шарль да так вот шарль это не шарль ночью вот пришел деголь сейчас будут французы летать бомбить посмотрим чем вот закончится видишь все больше и больше участников а значит и с той стороны все больше и больше будет участников потому что действие рождает противодействие сие есть истина военно-космические силы россии уничтожили более тысячи бензовозов исламского государства за пять дней ну ты знаешь я бы конечно сказал что это вранье но не хочу я это говорить но это это неправда и знаешь почему вот за выходные сделали 140 боевых вылетов выходные но не вопрос значит даже если во все остальные выходные отдыхали во все остальные летали больше ну пусть 500 вылетов они сделали вот сделали 500 боевых вылетов за пять дней и уничтожили тысячу бензовоз за 500 вылетов но они же не колонны там ездили ну даже если они ездят колонны они видишь ли нам покажут как кидают свободно падающие бомбы да ну вот если рассчитывать просто чисто по статистике очень хороший результат это считается летчик снайпер да одна единица одна бомба тысячу бомб должно упасть то есть иными словами на каждый боевой вылет они должны найти как минимум два бензовоза каждый самолет и двумя бомбами и каждой бомбой попасть каждый бензовоз вероятно нет с точки зрения статистики это абсолютно невозможно ну в точке зрения а бы так сказать нашему человеческого мира такое возможно если там вдруг какой-то коре ну это а однажды возможно там дважды трижды не может быть системой да то есть вот ганс улери хрудель считался лучшим летчиком фронтовой авиации 2500 боевых вылетов менее 2500 целей поражено менее 2500 целей то есть боевой вылет и а он летал на брюхе ходил это пикирующий бомбардировщик который тебе бомбу заносит на стол а это кидают из-под небеси там вот они что-то усекли рад пух бабах все взорвалось всех убили ну не знаю я не верю что мне кажется они уже забрались еще они видишь за эти 500 боевых вылетов должны были уничтожить несколько нефтехранилищ потому что они говорят что уничтожили видишь вот коношенков говорит уничтожили 23 ноября в окрестностях раки и нефтехранилища нефтеперерабатывающий завод и чё только они там не уничтожили такие молодцы и все это вот в одном флаконе одной бомбы как хорошо бомбят да миноборона показала как крылатые ракеты уничтожают цели в сирии да ты знаешь я чуть вот меня не вдохновило тоже откуда и со спутник как они говорят снимают ты не видел нет пока и у них там такой перекрестия и я так понимаю нужно было полагать что в это перекрестие ракеты и попадет но она не попал в перекрестие она ушла чуть левее и вот ты знаешь я так проанализировал просто по поводу крылатых ракет ну когда в советском союзе и делали их делали для чего для того чтобы швырять термоядерное оружие то есть ракет среднем несет 400 килограмм каждая почему потому что столько весит боезарет термоядерный со всеми прибамбасами да вот поэтому она должна нести 400 килограмм они больше если сравнивать допустим с другими крылатыми ракетами ну так сказать про про крылатую ракету фау-1 брать но она тонну несла фау-1 тонну может себе представить а это несут 400 килограмм и вот сравнение просто вот и этот и калибр там и х-55 и вот это х-101 которые они там говорят новая ракета вот они все несут 400 килограмм фау-2 были фау-1 извиняюсь такая же крылатая ракета ну пока самого первого поколения можно считать прообраз такой вот их всего было изготовлено но около 30 тысяч но про все не будем говорить и даже не будем говорить про те которые запустили по англии был 10000 и очень много не долетел они сами упали и кого-то сбили вы про тоже про них не будем говорить мы скажем про 2419 штук которые достигли лондона 2419 вот они эти 2419 штук убили 6184 человека меньше чем три человека одна штука три человека все лишь да но в них было тонна взрывчатки в каждой и это ракеты которые уже достигли цели и это и это лондона не пустыня в жопе мира понимаешь это лондон где там человек на человеке сидит даже они убили по три человека на нас сколько ведь хотят этим ракетами убить я не знаю по одному убивают то это очень хороший у них результат там что 400 килограмм стреляют фиг знает откуда стрелять не по лондону явно и промахиваются еще еще и промахиваются путин намерен и дальше использовать небо над каспием для борьбы с исламским государством для вот тут рбк хорошо написали все остальные прям путин связал удары из каспия с поиском виновных в атаке а321 я не знаю что они там курят еще курит путин но я напоминаю вове вова из каспия ты ударил 7 октября 2015 года насколько мы видели нам шойгу показал это а на цена им а321 погиб 3 октября 2015 год то есть через три недели через три недели после того как ты начал молотить и тут не это причина а то следствие а наоборот ты стал стрелять с каспий эти взорвали нам самолетик причина ты вова артизме вообще жесть какая стоишь и вот вата сейчас сейчас вата нам будет чехлять что стреляют тут потому что мстят за самолет до хренели вы ребят что ли вы причину со следствием спутали в кремле рассказали о переговорах президента россии со стран с иранским лидером да чё тут как как чернобырзин говорил про нас про вас про газ дачу то что там они еще могли говорить ничего больше тут видишь как раз этого вот в этот же момент прямо одновременно подписали договорчик по с 300 до комплексы туда отправить чтобы защищать небо тегерана и тут путин видишь его там и с николасом мадуро встретился поздравил я так понимаю его с днем рождения и с берды мухаммедовым и в общем был был душкой читал все по бумажке голос такой охрипший был жутко там пропил его или я не знаю чего ну прям хрипел конкретно заикался и рассказал всем под по этим квадратным бумажечкам что потребности в газе к 2000 сороковом году вырастут на тридцать два процента то и как сказал сороковому кто ему сказал про 300 там газа тушь не будет он нафиг никому не нужен будет этот газ в сороковом году всем с тем развитием технологий которые сейчас идут к сороковому году это газ это будто как как фильме я робот где этот этот мотоцикл только не говорите что у него бензиновый двигатель это же взрывоопасно также будет и здесь а еще заявил что россии будет 880 миллиардов кубов производить к тридцать пятому году нафига непонятно для кого она будет производить я понимаю уже не будет вот это уже не увидишь а мы производить этот газ не будем потому что он нафиг не нужен нам мы будем двигаться несколько другим путем потом он напутался выводы сказал а потом исправился оказывается это вызовы у меня любимое слово все вызову кого он там все вызывайте охрен и узнать но мне любимое слово вызовы и сказал фразу гениальный совершенно за энергетические риски должны платить все и страны производителей страны покупателя это как этот чел он имел в виду есть страна покупатель она платит деньги причем она платит деньги тому кто дает лучшие условия вот жиженый газ везут из норвегии ну скажу давайте леска надо давать нафиг нам там вот украинцы например скажет пошли вы нафиг там своей трубой мы сейчас там реверсом закачаем какой-то там или еще что-то или литовцы гать мой вот тут терминал образовали и все мы за риски должны платить за какие его вариски о чем вообще ты говоришь какие на крен вызовы риски для от нее вот эти риски там да и чик-чик они у него в голове я же там линейка такая с рисками медведев на встрече с премьером малайзии надел национальную рубаху вот такой вот клоун конечно рубахи там ходил со своими гаджетами очень потешал публику делал селфи заходил селфи наверное чё-то они там интересно про малайзийский боинг чего не там перекалякали на моя про это не расскажет а мне бы очень хотелось узнать и в камбодже также он был с королем тоже встретился в общем порадовали его все там его приняли на высшем уровне здесь король ручку пожал все такой вот медведя медведев ворот и они там все мелкие он там ботинок че свой подсунул да и вот чуть чуть меньше ростом их понимаешь да ботинок подсунул и почти как они чуть чуть поменьше то есть он чувствует себя уверенно там конечно оппозиционер макри лидирует на выборах и главы аргентины с 53 процентами ну да ну там я так понимаю что сейчас победил слава богу оппозиционер потому что семейство кришнер там 12 лет правило и последнее что сделала президентша бывший там с путиным в засос целовалась по скайпу ну мы знаем что путин бедоносец и не надо с ним засос целоваться из не хочет чтоб тебе дали по одному месту мешалкой очень рад я в общем-то улюкаев объявил о завершении рецессии в российской экономики видишь он уже который раз объявил о том что до дна дошли на десятый уже десятый дно сады кругов ада у нас семь семь небес семь небес путаешь так что притеснение некоммерческих организаций чрезмерное усиление позиций силовиков и нарушая нарушенная слышимость между властью и обществом такие проблемы за год зафиксировали в россии участники открытого кудринского 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 общероссийского гражданского фона да ведь вот кудрин теперь главным оппозиционером оказался он собирает форумы рассказывает как чё делать правильно чё неправильно то есть раньше я понимал что кудрин и путин это одно вообще это единое целое два дружка два брата акробата я так называл пудрин такой путин и кудрин а сейчас пудрин трансформировался он стал один это тиран а другой это оппозиционер свой пудрин в двух так сказать ипостасях ну не знаю мне мне не кажется что это хорошо причем там я так понял собрали всех этих хлебососов которые за долю малую для готовы чего хочешь списать и тем более что им дали возможность там чё-то где-то с трибуны сказать почувствовать себя кем-то и сейчас они будут тут подпевать этому пудрину блин очень нехорошо то есть вот эти вот ребята могут потом и прилезть после после того как вову мы свалим а вот эти вот ребята полез потому что будет запад помогать всякие там кренделя непонятные на евгений федоров записал видеообращение в котором обвинил организаторов и участников акции протеста дальнобойщиков в связях с сша да вот мы уже показывали вот этого гиркин да вот и тут этот федоров выступил заявил о том что вот эти акции дальнобойщиков это 5 колонны это сша и так далее но тут ему напомнили что 23 25 0 3 2001 года он за голосовал вот это за вот этот законопроект за этих всех платонов и так далее то есть он и является пятой колонны в чем я собственно никогда не сомневался вообще никогда не сомневался то есть вот что делает сейчас вот этот федоров понятно то есть он выполняет заказ ему скомандовали это делать и понятно кто ему скоману абсолютно понятно потому что нужно навести тени на плите мы в общем понимаем на кого федоров работает конечно валу безусловно он пукнуть наверно не сможет причем не на него самого я даже не знаю вот я клянусь я не знаю но я уверен что он работает на того кто носил чемодан за колей панковым понимаешь затем который носил чемодан за володину не напрямую конечно же нет он он за каким-то этим деревянным солдатом закрепленный все и отзванивается я вот там сделал вот ой блин молодец какой ты федоров а ну арчик очень просто открывается вот бастующий против дорожного налог дальнобойщики пригрозили остановить мукаты кто такие эти бастующие дальнобойщики это дальнобойщики из дагестана и к ним решили присоединиться дальнобойщики из чечни можете представить вот такая ситуация возник возник бунт да очень забавно представь себе все дальнобойные акции почему может быть мы их и не очень так ярко комментировали они при проходили по согласию администрации это все законные действия и вот представь мы сейчас тобой в пятером захотим собраться в саратове где-то и никому не мешать до нас будут палками разгонять совершенно если я не договорюсь только с вами друзьями а так разгар разгонит нас палкой а это дальнобойщики собрались на федеральных трассах где абсолютно запрещены какие-то причем законы запрещены какие-то марши и шествия да они там проводят их и все стоят и молчат почему потому что администрации городов разрешили потому что как ты думаешь там губернаторы не в курсах конечно в курсах мэра не в курсах конечно они же давали разрешение как они могли дать разрешение я понимаю что какой-то деревянный солдат позвонил мэру вот кто управляет всеми мэрами губернаторами в россии ну как то мы знаем чем жалобик то есть какой-то его деревянный солдат позвонил искал есть мнение что надо дать провести мероприятие все им дали право проводить после этого случилось его чудо такое что все начали сми об этом говорить и я так понимаю что вову он интернет не читает вот то что мы с тобой говорим он этого не понимает но в интернете он увидел что то есть в этом по телевизору что бунт происходит и конечно ему стало страшно от того что происходит бунт и конечно он очень разозлился на ротенбергов которые его подставили в начале он разозлился на якунина и якунин мы знаем где теперь он разозлился на ротенбергов которые его подставляют представляешь из-за своей жадности они И подставляют любимого Вову. А потом, я думаю, то же самое будет и Сечину, который тоже как-то подставит Вову. Ну, в общем, совершенно все четко и понятно. И тут выступает какой-то Федоров, который кричит, что это правительство, что это пятая колонна. И вот этот смешной в рубашечке Медведев и все остальные, они виноваты вот в этой фигне. Ну, тут, в общем, совершенно четко понятно и прорисовывается, в общем, рука мастера, как здорово. Так раз-раз эти лбами вове страшно. Эти не знают, что делать. Тот, кто оправдывается, получает еще больше дюлей. То есть, бунт по вине, вот я для себя пометил, чтобы не забыть. Вот я написал, понятно, что масштабный протест на Бочков опирался на помощь Кремля. Да, что это была помощь кураторов внутренней политики. Вот. Я написал, что Медведев даже и не думает, что чем-то рулит, в отличие от Путина, который уверен, что рулит всем. Вот так в этой ситуации получается. Путин рулит, а вдруг там вон оно, что дальнобойщики. Как же так, Вячеслав, надо решить этот вопрос. А тут дальнобойщики, представляешь, из Дагестана, где Абдулла, по кличке Черный Абдулла, Абдулатибов, который полностью с руки ест у определенного человека и без него ни один вопрос решить не может. А без Абдулы ни один дальнобойщик этого не сделает. Там выстраивают Сочи 57 километров из дальнобойщиков, и они собираются ехать на Москву. А чеченцы собираются поддержать, которые тоже без Рамзана ничего не могут сделать. А Рамзан в своем инстаграме пишет, что Вячеслав Викторович великий политик современности. Самый великий. Самый великий, да. Ну, молодец, самый великий политик современности. Тут картина-то, в общем, совершенно очевидная. Младец, Вячеслав. Вот. Я вот... Я написал, ну, это, в принципе, все так. Вова не прощает тех, по вине кого у него возникают проблемы. И еще такой вопрос задал. Почему Слава так продвинулся? Почему Слава так продвинулся, как ты думаешь? Ну, рядом никого нет, кто бы мог. Нет, он решает все проблемы и не создает новых. Это главное его... Гениальность в чем? Он создает впечатление у своего хозяина, вот так правильно сказать, что он решает все проблемы и не создает новые. А новые проблемы создают там Рутенберги, Якунины там и так далее. Так что вот минусы Якунин сейчас с Рутенбергами, я думаю, это не первый скандал. Сейчас начнет очень серьезно. Ну, и потом Сечин и все. И вот волгоградские дальнобойщики просят Путина защитить их от Платона. Это вообще очень смешно, конечно. Ну, и это из этой же серии, да? Вот лучше бы... Я понимаю, что этим скомандовали такое, написать там Путин там, помоги. Понятно, что Путин все это и организовывает. Но я имею в виду с его подачи его дружки все организовывают. А почему это делают? Ну, это же не дураки, конечно, написали. Они понимают, что любой плакат, где написано слово Путин, он по нескольким каналам пойдет, по ментовским, по ФСБшным и так далее. То есть будут лозунги переписаны и отправлены. Ну, правда, они все равно к одному и тому человеку стекутся. Но пройдут большую массу все равно людей, да? Из разных источников, что-нибудь неважно. Так что, ты знаешь, вот я что могу этим людям сказать, которые там просят помощи Путина? Вот гораздо эффективнее, если вы напишите, Путин, ты заебал, например. Или Путин, если вы и так боитесь, Путин, ты зае. Ты зае. Ну, зае что угодно можно продолжать, да? Вот. И реакция будет гораздо быстрее. Уверен, на сто процентов. Так что, не обязательно там лизать жопу. Можно как раз по этой жопе чем-нибудь... Одним местом. Да, врезать. Так что, вот за пять дней Платон собрал 191 миллион рублей. Да, такой Блатон. Не Платон, а Блатон. Ну, ты понимаешь, вот чем хороши вот эти Ротенберги? То, что Ротенберг слушает да ест. Их вот этим не пробьешь. То есть, они будут хавать спокойно. Они же тоже понимают, что все жопца ручкой, что все это развалит скоро. У них задача нахватать как можно больше, а не граждане Финляндии, да? И катапультироваться нафиг отсюда. И все. И будут они жить в Финляндии, в Израиле, в Америке, где угодно. Так что, в общем, я не думаю, что они там будут с автоматом бежать и в обувь защищать. Или приемами самбо. Или младшие с клюшкой там, да? Побегут. Так что, такие дела. Водители автомобиля... Не, давай договорим. Вот Греев подключился. Он сказал, что Платон отразится на ценах в магазин. А Греев он четко чувствует конъюнктуру. Он никогда не подключился бы, если бы думал, что там будет... Что дракон ударит хвостом. Греев всегда с теми, кто побеждает. Если он наехал на Платон, значит, он знает, кто наехал. Еще. Поэтому там все в порядке. Он знает, кто стоит за анти-Платоном. Поэтому он здесь всей душой. Понимаешь, не с Ротенбергами. Значит, позиция Ротенбергов проигрышная. А водитель автомобиля Парше спровоцировал массовое ДТП в центре Москвы. Да, тут вот сейчас я тоже про эти массовые ДТП. Вещь тут тоже интересная. Всегда, каждый день в Москве какие-то богатенькие Буратино устраивали рок-н-ролл. И про это особо сильно никто не писал, не выделяли. А сейчас вот СМИ, которые контролируют Вячеслав Викторович, они акцентируют на всем этом. На несправедливости. Как же несправедливо-то мир устроен. Видите, вот эти на Порше. Всех там размолотили. Вот тут какой-то виновник ДТП, тоже там нехороший, скрылся с места происшествия. Ему позвонили на Ренжеровере Спорт. Ему позвонили по телефону на сотовой и сказали прийти в полицию. А подозреваемый во взяточничестве следователь сбежал с допроса, а его подельника арестовали. И все так радуются по этому поводу. Хотя для меня, я не знаю по этому делу ничего. Знаю только кусочки, но я вижу, что там жесточайшая провокация против этих мужиков. Что убежал-то я понимаю. Почему? Потому что его, вероятно, там начали так в легкую прессовать и намекать на то, что ему надо оговорить начальника. И тогда все у него будет путем. Сам он уже не выкрутится, но если он оговорит, кого скажут, то он тогда выскочит. И он решил свалить. Почему? Потому что, ты знаешь, как только я узнал, что он убежал, я подумал, что он не может быть взяточником. А знаешь, почему? Взяточники ручные. Они ручные. Если человек свалил от этих ментов, значит, он не взяточник. Ну, по крайней мере, я так думаю. Я так привык жить. Я видел жизнь эту во всех ее проявлениях. И меня это очень сильно заинтересовало. Я стал глубже вникать. И оказал того второго, вот этого Рубашкина, которого они арестовали, обвиняют в том, что он там получал взятку в 2 миллиона рублей и так далее. Вот этого Рубашкина коллеги считают, что обвиняют зря. Но я, конечно, не верю коллегам, которые из полиции, но верю фактам. А факт такой странный, что вот этот человек, который 25 лет работает в следственном управлении, живет с семьей в общежитии. У него нет квартир. Взяточники так не живут. Взяточники так не живут, да. И взяточники не убегают из-под стражи. Вернее, не из-под стражи. Я уверен, что если бы его хотели арестовывать, того его подельника, то он бы никуда не убежал. Он бы просто не смог. У него бы отобрали удостоверение. Его бы посадили под замок, и он сидел под конвоем. Да, если бы его хотели арестовать. Значит, ему сказали, что все, будешь под домашним арестом. Или там под залогом надо вот что написать. Вот что. Сейчас я там в туалет схожу и напишу. И свалил. То есть очень интересное дело. Надо будет вникнуть. Потому что здесь полная фигня. Я думаю, что тот человек, который убежал, убежал предупредить всех той стратегии, которую выбрал следствие. То есть в отношении. Потому что, понимаешь, если люди брали, их незачем предупреждать. Предупреждать надо прибежать к человеку, сказать, слышь, они говорят, что я тебе хотел бабки дать. Он сидит, он ни сном, ни духом. Человек сидит там, что-то пишет. Если они взяточники, и у них цепочка, ну, наверное, узнать, что товарищ его пошел туда, давать показания, туда-сюда. Он как к этому готов. Они уже общую тактику выработали. А если этот валит куда-то, чтобы предупредить, значит... Там все совсем не было. Мальцев порожняк не гони. Пошел ты нафиг. В Челябинске после двух недель поисков задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшей... Нет, извините. Я не хочу сказать, что это кристально чистые люди и так далее. Вот это вот. Я не очень люблю работников правоохранительных органов. Особенно нынешних, которые служат Путину. И вообще служителей государства не люблю. А вот те, которые служат путинскому государству, ну, они для меня особо противны. Но что я вот в этом деле конкретно вижу... Подвох, это 100%. В Челябинске после двух недель поисков задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшей сожительницы. Да, но это вот, который полискался там кислотой. В женщину плеснул. Потом месяц не возбуждали, дело его не искали. Потом он плеснул еще в парня и в девушку. Вот. И теперь вот его поймали. Да. Еще бы поймали каких-то гастарбайтеров, которым он обещал 200 тысяч рублей за то, что они плеснули. В общем, какая-то хрень. Если бы полиция вмешалась сразу после первого случая, сразу его выловили, то и всех остальных вещей бы не было. Вопрос тут главный к полицейским. Ребята, а вы что делали-то вообще? И вот в Южном административном округе по горячим следам сдержали мужчину, изнасиловавшую 15-летнюю девочку. Это пишут. Случайные прохожие, услышав крик о помощи, немедленно позвонили в полицию, жители микрорайона оперативно прибывшим экипажем патронов старой службы, был задержан подозреваемый в совершении изнасилования 40-летний житель Тамбовской области. На 100% уверен, что вот эти вот случайные прохожие как раз и задержали. Ну, на 99, не на 100. Потому что у меня в жизни это было многократно. Кого-нибудь вылавливаешь, потом читаешь в газетах, как доблестный дежурный и дежурный водитель. Кировского РОВД задержали грабителей. Да, очень забавно. А с троих, представляешь, какие смелые, блядь. Они их задержали, они в говне мордой лежали. Я их держал под стволом. Приехали, собрали. Молодцы. Похитительность у собаки-поводыря приговорили к полтора годам колонии. Безумство вообще людей. Если она так сильно виновата, как считает судья, то почему полтора года? А если она не виновата, то зачем полтора года? Вообще, полтора года сажать людей какой смысл? Ну, она просидит полгода, уйдет на УДО. Полгода. Ну, год даже она просидит. Зачем? То есть, чтобы она колонистских привычек нахваталась, озлобилась. И даже если человек виноват. А если у вас сомнения в его виновности, то почему вы его сажаете? Бред какой-то вообще. Что происходит? Ужас. Российские таможенники обнаружили в прибывшем из Бельгии в Петербург по морю экскаваторы. Почти 820 килограмм гашиша. Сообщается на сайте Федеральной таможенной службы. Виноваты, да. Представляешь, просвечивали, и у него в стреле заварено, был 820 килограмм. То есть, какие-то, то ли, я так понимаю, уже между собой такой начались разборки, потому что я уверен, что без вот этого наркокомитета, как он там, вот такие вещи не прокатывают. А это обнаружили таможенники, то есть, которые совсем, совсем другие люди. Понимаешь? Угу. То есть, я так понимаю, что это... Ну, сейчас между ведомствами пошли разборки. А причина? Как причина? Денежки. Ну, наверняка этот таможенник что-то где-то делали, и этот наркокомитет им где-то яйца накрутил. Ну, они решили им накрутить. Вот на 820 килограмм их обезжирить. Автомобиль, не оплативший почти три сотни штрафов москвича, изъяли на спецстоянку. Да, молодцы, видишь. Чувак. Ну, что можно тут посоветовать таким людям? Оформляйте на детей машину, на малолетних, и все. И никто ничего не изымет. Москвичи в ходе голосования на портале «Активный гражданин» решили не переименовывать станцию «Войковская». Вот представь, вот нужно было принять решение по станции «Войковская». Вот этот Собянин, какой-то активный гражданин, портал открыл. Нахрен. Есть утвержденный законом вариант. Вот в этом административном округе можно было провести референдум. Но они так боятся референдумов, они ни по какому вопросу. Они даже сходы граждан не проводят. Не то, что референдум. Портал, мартал, там что хочешь, они придумают только, чтобы не проводить референдум. Только, чтобы граждане не осуществляли те функции, которые они должны осуществлять. То есть, быть источником власти. Бред какой-то. У префекта Центрального округа Москвы остановилось сердце во время футбольного матча. Да, ну тут какой-то вот Виктор Фуер умер, 58-летний. Я так понимаю. Спартак, тем не менее, победил. А Спартак победил. Ну что ж. И вот старейший болельщик Спартака умер на 103-м году жизни Отто Фишер. Можно сказать так вот, без шуток. Болел дольше всех, да? Человек болел дольше всех. Ты знаешь, старейшего болельщика Спартака мне жалко, а вот почему-то префекта вообще не жалко. Может он ставку сделал и не выдержал. Я не знаю, нельзя так говорить. Ну что-то вот как-то я все хуже и хуже отношусь к этим ребятам. Давай, наверное, ответим на вопросы. Да, сейчас еще посмотрим. Давай, ответим. Давай, ответим. Слава вам, не кажется, что Россия решает проблему Израиля. Пускай, что наши летчики еще будут бомбить Катар и Саудовскую Аравию. Не, не будут бомбить. Саудовская Аравия с Израилем сейчас в засос. Так что там дружба навек. Так что там бомбить никого не надо. Да, в какой-то мере я с вами согласен, что какие-то вопросы выгодны для Израиля. Но какие-то не выгодны. На самом деле поддержание режима Башара Асада для Израиля совершенно не выгодно. Поэтому посмотрим, что будет. Слава, сколько ты проживешь? Я знаю, сколько я проживу, поэтому не парюсь. А вам не скажу. Это уже, кстати, третья дата, да? Две другие прошли мимо. Представляете, вот такая странная у меня жизнь. Вячеслав, как вы смотрите на вариант подтянуть к нашему делу Эрика Давидовича Смотра.ру У него аудитория огромная по всей стране. Огромная часть из которых инициативные, изменяемые. А это вообще о чем речь? Я просто не знаю, кто такой. Я вам расскажу. Это один из блогеров, который... К нашему делу можно любого подтягивать. Никаких вопросов. Почему бы нет? Ну, он не станет. Ну, это другое дело. А вдруг станет? Откуда ты знаешь? Я понимаю, что... Масса людей, которые не станут. Человек работал, который на России 24. Ну, не важно. Я работал в областной думе, да. Это не показатель, кто где работал. Показатель, кто чем сейчас занимается и как сейчас думает. Вон, видишь, Федоров в одиннадцатом году за Платон голосовал, а сейчас думает, что это пятая колонна. Ну, или говорит, что это пятая колонна. Слава, передача потеряла свою перчинку и остроту без Эдика. Напарник сонный засыпаем, верни, Эдика. Не знаю, во-первых, я не согласен, а во-вторых, я думаю, Эдик не согласен. Он хочет свою передачу делать, но ради бога. Будете смотреть, его передача, она будет с перчинкой. Тем более, я так понимаю, что в воскресенье выходило, да? Да, совершенно верно. Три тысячи человек на пяти. Ну, а что ж, прекрасно. И сегодня, кстати, в одиннадцать часов будет его передача. А что ж мы сразу не сказали? Слава, поклянитесь, что вы не убивали. Кого не убивал? Ну, не скажите, кого я не убивал, я вам поклянусь. Хотя грех это клясться-то. Грех клясться. Мальчик, вам не кажется, что для наводчика Криво Суфига и для новогоднего решения Добра Путина? Это кремлевский спектакль, безусловно, потому что мы уже сказали, что никто бы не разрешил проводить такие акции, но не для решения Добра Путина, безусловно, а для того, чтобы Путин, который смотрит только телек, просто когда увидел бунт, ему стало страшно. И тут как раз вот замечательные люди, которые все вопросы могут решить. Все бунты могут подавить, все хорошо. Медведев не может, а замечательные люди могут. Видите-ка. Эдико не убивали. Кто его убьет, кто его сегодня в 11 часов услышит. Он сам кого хочешь убьет. Слава, иллюминатов поднимут Россию после прихода к власти. Я много слышал про иллюминатов, причем, начиная с тех иллюминатов, которые в средние века на заборе писали всякие вещи, и кончая те, которых сейчас называют иллюминатами. И вот ни одного я из них лично не знал. Ни одного иллюмината не знал. Поклянитесь, что они убивали Эдика. Он не убивал Ядик. Все они увидите. Он сам за себя скажет. В 11 будет, да? В 11 начало, да, новая программа. Хорошо. Тогда вот до новой исторической эпохи у нас осталось 712 дней и полтора часа. Значит, ну, все. С чем я вас поздравляю. Смотрите Эдика, Бабаджаняна. До свидания.